Первое в виде обращений на прямую линию поступает из Бадаебинского района. Сейчас в посёлке Мамакан уже много лет строится школа. Местные жители интересуются, когда новое учебное заведение сможет принять учеников. Губернатор Иркутской области отвечает, строительство школы пока приостановлено, так как устарела документация. Задача для муниципалитета сейчас эту проектную документацию в соответствии с сегодняшними нормативами доделать. Строительство школы продолжится в ближайшее время. Второй вопрос задают погорельцы из деревни Пойма. Они рассказывают, в населённом пункте после пожара осталось пять домов. Нет ни магазинов, ни работы, ни транспорта. Возможно ли расселить жителей так же, как погорельцев из Бубновки и ликвидировать населённый пункт? Оставшихся мы будем ставить вопрос перед правительством Российской Федерации. Это их полномочия по закрытию посёлка Пойма, потому что там буквально несколько домов осталось. И рабочих мест там сегодня нет. Это посёлок Лесной. То есть там, где добывали лес, на сегодняшний день уже лесосеки расчётные там нет. Ждут переселения и брачане по программе из аварийного жилья. Сергей Левченко отмечает, до конца этого года с помощью Иркутска и других территорий большую часть проблем решат и будут готовиться ликвидировать старый жилищный фонд дальше. Мы будем в той или иной мере продолжать эту программу с 2019 года. Я уже дал задание муниципалитетам, чтобы они готовили земельные участки, площадки, документацию и проходили экспертизу, готовясь к 2019 году. Заранее на прямую линию поступило более полутора тысяч обращений. Ещё 400 пришло по электронной почте и почти тысяча в WhatsApp и Viber. В основном вопросы на социальные темы. Иркутяны интересуют ремонт дорог, благоустройство дворов, состояние общественного транспорта. Жители Шелихова, оплату детских садов, ангарчане спрашивают у губернатора о возможности вернуть безлимитный проезд для льготников в муниципальном транспорте. В тех случаях, когда предоставляться будут документы о том, что требуется свыше 30 поездок, мы, естественно, будем муниципалитетам помогать. Но каждый должен выполнять свои обязанности. Здравствуйте, вас приветствует Нижнёденск. Мы находимся в физкультурно-островительном комплексе, строительство которого было завершено в этом году. Хотим сказать вам славу и благодарности. И первый вопрос как раз от спортсменов, от представителей хоккейной команды. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Семёнов Александр Валерьевич. Ваш вопрос, который вы хотите задать сегодня. Уважаемый Сергей Георгиевич, от спортивной общественности города Нижнёденск благодарим вас за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в нашем городе. Также от хоккеистов всего города Нижнёденск очень просим вас. У нас есть хоккейный корт, на котором проводятся все основные хоккейные баталии нашего города. Это когда приезжают гости, а также детские соревнования по хоккею с шайбой. Очень большая просьба о том, чтобы вы помогли о возведении крыши на этом хоккейном корте. Сергей Левченко заверяет, смонтировать каркасно-тентовое сооружение по типовому проекту можно, только необходимому муниципалитету оформить документацию по специальной программе. Новое спортивное сооружение появится и в областном центре. К 2020 году в Иркутске будет построен крытый ледовый дворец. В нем пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Министерство спорта подписало соглашение с компанией, которая займется возведением объекта. Кроме общественно значимых тем, были затронуты и личные. Так губернатор поделился, что любит готовить стейки, шашлыки и чахахбили, последний научила готовить его мама. И считает, что приготовление мясных влют прерогатива мужчин и перевивает это юным членам семьи. Кроме того, Сергей Левченко рассказал, что в следующем году у него появится питомец, которого обязательно покажут. Туена Немаева, новости сейчас.